всем привет всем добрый вечер лёшик да выкосишь потом ты завтра утром будешь красить сюрпризом мой лёшик вечер у нас нас вечер жарко душно еще вроде завтра обещает такой жаркий день написано по прогнозу плюс 30 но на самом-то деле больше не знаю где они берут эти плюс 30 на самом деле нам больше она сейчас вот 27 в тени сейчас 27 это вот 7 вечера поливать пошел что нам еще надо сделать поливать мне надо питуньки полить питуньки надо полить им там в бочках сухо помидорчики тоже надо полить сейчас пойду поливать а мы раз сейчас покажу мы затащили гардероб в этот мы пока поставили так не знаю может так и будут стоять может потом что-то переиграем коврик положили смотрите так вот оно щелкнет свет лёшек ярко горит да нормально да пускай стоит пока гардеробчик тут еще лёшек сделает одну лампу сюда закажем получим пенсию закажем полку для обуви сюда может стол поставим к окну а сюда просится диван вот не знаю мне вот просится диван сюда диванчик просится ну а тут тут будет стоять этот буфет этот вот голубой здесь или вот здесь не знаю и здесь еще один стол будет стоять а там будет видно что и как поставим да лёшек когда все поставим там уже может чего-нибудь отрыхтуем засыпает еще она не засыпает варежка варварежка рыбов нет папа не наловил так что вот такой нужно было положить коврик еще в комнату туда этот выстирался красивый такой ободратый там дырки зато не цокали бы ну а сюда что лёшек сюда тоже надо вот это вот прикрыть этот пол если мы его сюда вот этот ковер положим туда в комнату мы не соберемся купить нормальный коврик да хоть не нормальный хоть какой-нибудь но не этот старый просто покрытие можно взять такой вот недорогой положить пока да не пока вон там на чердаке небольшой надо посмотреть что там за ковер можете его сюда положить а этот в комнату маленький да ну как у это можно будет сюда положить матераску все можно красить что уголки а надо посмотреть эта краска она идет по металлу ну да их надо закрасить чтобы их не видно было да и вообще бы эти столбики тоже покрасить они штука прогрунтованы они с чем краской они грунтовкой только покрашены почему потом покрасить почему потому лёша красит мой маляр ну еще ничего и краска но это ореховая будут потемней это первый слой вот будет такой а потом все что все что останется смешаем с с ореховой ту которую купили алёшенька задумчивость моя потому что жарко а чё ты шорты не наденешь конечно в штанах в штанах в носках можете ну вот привычка да в три ручья под но носки мы не снимем и штаны мы не снимем не мы в них вросли я не знаю как в такую жару в носках и в таких штанах тут хочется даже шкуру стянуть еще нормальная краска вот на доске она смотрится совсем по другому или может потому что надо на солнце здесь на улице не она здесь потемнее на доске нормально да еще пару раз надо красить а не докрасил лёшек еще перекур у него а уже жарко а тут у нас будет покрыта но время от времени надо будет покрывать обработать этой отработкой наверное хотя ей одного раза хватит но тут не один раз обработали уже два раза по моему обработать будем смотреть у меня ребята сегодня стирка огурцы все там постирала юрика все одежки там слежа это то что висит пока ну тут что было собачье полотенце яблок полным полно но пускай жарко их собирать пускай лежат ветра нет сейчас ветерок только подует то они посыпятся а штрефеля мало да ну мало уже начинает спеть и штрефель и антоновка можно делать уксус из антоновки он ароматный такой вот даже же не было а гляньте какая роса вон видите на этих висит влажность офигеть фу ребята как хорошо в доме прохладненько так классненько окна открыты пока не жарко очень солнце пока не падает на окна в тенечке все ха у меня здесь что меня здесь варится компот поставила такую небольшую кастрюльку вот просто одни яблоки без сахара без ничего даже лимон не буду добавлять потому что это антоновка она кисленькая такая вот здесь солятся огурцы им надо постоять пару часов хотя бы и тут вот отобрала маленькие такие огурчики замариную сделают вот такие корнишончики манипушки ну почти корнишончики маленькие такие вот так виднее в общем у меня здесь идет процесс пока будут солиться огурцы сейчас приготовлю баночки приготовлю ингредиенты все и хочу сделать баклажанчики 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 и мороженку мороженку хочу пока жарко пока жарко жарко так что будем с вами делать баклажанчики и мороженку сегодня еще ну а огурцы я показывать не буду огурцы делаю пикули и маринованные будут вот с двумя столовыми ложками уксусной эссенции как магазинные они такие получать как магазинные кисло-сладкие вкусные обалденно вкусные если кому интересно есть у меня такие рецептики посмотрите в этом плейлисте заготовки найдете фух как жарко мы выбрались в город потому что с утра надо для наташи купить цветочки у наташи сегодня день рождения сегодня суббота у нас вот и у наташи сегодня день рождения мы поедем вечером а вечером уже будут закрыть цветочный магазин вот поэтому сейчас с утра и еще хотела передать привет светочки и ее маме надя маме ее восемьдесят шесть лет она смотрит наш канал вместе со светой и называет меня просто марии большой вам привет мама надя и светочка спасибо большое тебе света очень приятно за что спасибо за подарок за подарок волнуется смотреть вот это все это да большое спасибо да очень приятно ладненько удачки вам всего хорошего и здоровья здоровье и светочки и маме наде а мы погнали в город погнали в город за цветочками можно было и дома на дергать букетик вот хочется подарить на юбилей красивый букет так что так и так и так тут у меня солятся огурчики эти сейчас баночки разложу а здесь приготовила вот три баклажанчика надо отправить их в духовочку где-то минут на 15-20 в духовку на 220 градусов чтобы они у нас пропеклись вот так вперед отправляем для начала это будет рецептик из баклажан недавно увидела в интернете такой не понравился я вообще обожаю баклажаны попробуем ребята очень жарко у меня баклажанчики я уже управилась со своими огурчиками все получилось 8 баночек пикули и 3 баночки таких вот мелких вот горяченькие баклажанчики я их наверное немножко пережарила сейчас попробую мне надо их почистить хвостик оставляем я их поставила вместе с этими с банками времени посмотрела и в общем получилось у меня немножко перестояли и банки банки аж поджарились знаете так вот нужно еще одна тарелочка ладно сейчас почищу я ребят прошу прощения у меня здесь вот это вот после этого всего все перемыло и обтекает и сохнет так вилочка мне еще нужно вилочка и наверное тарелочка побольше да возьму вот эту вот тарелочку сковородочка у меня яйца мелкие поэтому я беру вот их два вот сюда одно и сразу второе потому что мелочевка мелочевка так немножко соли ну так соли потому что баклажанчики наши же не соленые да ой замочила руки перчика на хрустим чуть-чуть вот так вот чуть-чуть вилочка где наша помните как я делала бризольки да вот так чуть-чуть не взбиваем яйцо а просто перемешиваем с солью с перчиком вот так вот вот и кладем баклажанчик сюда вот и вот так вот разминаем вы поняли уже да догадались об этом обо всем ну яйца много конечно у меня от всей души может быть и одного бы хватило но ничего яйцо не помешает правда так что делаем дальше как вам показать и вот так вот вот так вот поменьше вот так вот сделаем чтобы не такой огромный у нас баклажан и у нас тоже вот так это поменьше им все пускай поражается вот так я вот так чуть-чуть присолю с этой стороны баклажанчик потому что яйцо все почти стекло туда ай красота писаная ай красота так и пока там жарится мы делаем еще один баклажанчик два яйца солим перчим зеленый баклажанчик Ай, как классно. Ай, как классно. В общем, ребята, вот такой вот рецепт. Я нашла его в интернете. Это не мой рецепт. Нет, я его нашла в интернете. Мне понравилась, так понравилась идея. И захотелось попробовать это. Люблю баклажанчики. Вот, поэтому хочу попробовать. Я думаю, что будет вкусненько так. Еще один у меня. Там у меня еще лодочки. Мы будем делать с вами с баклажан. Тоже классный рецептик. Ну, это уже с понедельника. Хотя и этот рецепт выйдет уже в понедельник. Но у нас сегодня суббота. У нас суббота. Завтра выходной. Ла-ла-ла. Так, этот такой большой остался. Ну, ладно. Так, что обедаем? Обедаем. Лешик, вот я тебе попрошу, попробуй, пожалуйста, вот это вот. Только не краешек. Краешек там, ну, яйца больше. А ты вот это вот тут отрежь. Вот, вот тут. Вот тут, да. И попробуй, как тебе. Только, честно говоря. А это? Нормально. Нормально? Вкусно? Да. Да? О, как обедная. Это баклажанчик. Нормально. С яйцом. Ага. Вкусно, да? Да. Как это? Как он? Как что? На что похоже? Я не пробовала. Загадай желание. Ты первый раз такое блюдо ешь. Загадал. Загадал. Вот, в общем, едим вот баклажанчики с яйцом. Такие вот. Похоже на это. Пельмешки сварили. Овощи. Вот. Лешика молочко. Не знаю, чем он будет молочко. Вот. Да, 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 да. Да, да. И вам, да. В общем, все. Обедаем. Да, Лешик? Приятного аппетита нам и вам. Всем, кто обедает. Всех, у кого разыгрался, всем, у кого разыгрался аппетит. Глядя на нас. Да. Вперед. h. Всем пока. Это. Всем пока. Спасибо. Субтитры подогнал.